В Славянском районе прошла пресс-конференция депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ивана Демченко. О чем говорили на встрече, какие вопросы интересовали журналистов, смотрите в первом материале выпуска. Депутат Государственной Думы Иван Демченко выполняет наказы почти полумиллиона жителей, проживающих в Славянском избирательном округе, который включает в себя пять районов – Абинский, Крымский, Темрюхский, Славянский и город-курорт Анапа. Представители средств массовой информации всех этих муниципальных образований приняли участие в пресс-конференции. Также в работе конференции участвовали глава Славянского района Роман Сенеговский и председатель совета района Григорий Литовко. Хотелось бы подвести маленький итог. Пятилетние работы. Если, конечно, избиратели доверят еще один созыв работать, то, соответственно, и наметить план работы на ближайшие пять лет. За прошедшие без малого пять лет работы в округе. Благодаря помощи Ивана Демченко в нашем районе было сделано очень многое. Отремонтирован двухэтажный корпус Петровской участковой больницы. Был приобретен новый рентгенаппарат и УЗИ-аппарат. Построен клуб в хуторе Водном. В детском саду хутора Коржевского заменили окна. А в школу хутора Голицына приобрели необходимую мебель. По наказу славянцев выделены средства на строительство храма в хуторе Коржевском. Завершается строительство храма в станице Черноярковской. Один из самых сложных и материально затратных вопросов, который удалось решить – расчистить лиманы Жестерской и Маложестерской групп, из которых уже почти исчезла рыба. Процесс очистки межлиманных соединений длился больше года. И эта работа будет продолжена. В процессе работы в округ люди обратились, все, у нас лиманы начали заболачиваться, вся славянская группа лиманов, восточный, хущеватый, малый, большой, черепашки, все это начало зеленеть, заболачиваться рыбы, практически не осталось. Герла все были позакопаны в море. Мы целый год, даже больше техника работала, мы открыли герла, переходы, рыба заходит, сейчас судак, кара старанит, не рискилась, малька, миллионы скатываются сейчас в лиманы и дальше уходит в море. Это такой оздоровительный, как открыли легкие для лиманов. Депутат Государственной Думы Иван Демченко заверил, что все наказы, поступившие от избирателей, он выполнил. Некоторые вопросы находятся еще в стадии решения, но обязательно будут доведены до конца. Все наказы избирателей выполнены, сто процентов. Роман Абдулевич, так или? Конечно, все, что люди просили. Значит, исключение есть. Значит, это, который уже в ходе моей работы в Государственную Думу обратились к мальчане по поводу подмыва берега. Ну, уходит берег, море подмывает, и причины понятны. Это течения постоянные, морские. Но, к сожалению, все-таки это не компетенция депутата Государственного Думы. А вот, что касается остальных вопросов, это и медицина, это и дороги, это и культура, и дома искусств, садики детские. Все это мы сделали, все, что люди просили. Школы новые, все это построили. Вопрос, который будет решаться в ближайшем будущем, это ремонт дороги на Кучегуры. Задача предстоит непростая, так как участок, хоть и небольшой, но технически сложный. Но, тем не менее, отступать никто не собирается. Мы перед этим совещанием с главой района, с Романом Ивановичем, с Дмитрием, поднимали кемы. У нас две очень серьезные кемы. Это, ну, что касается Лиманова, понятно, мы это-то делаем, да? Ну, вот, что касается дороги на Кучегуры, это однозначно мы ее должны сделать, как бы ни хотели. Что бы нам этого не стоило. Там уже нам выставили 500 миллионов, эту дорогу будет стоить. Ну, конечно, это бред. Мы ее сделаем хосспособом, это я тоже нашим жителям обещаю. Мы и темрюк разрустим немножко, потому что темрюк на море не доедешь. А сюда люди не хотят ехать, потому что 8 километров по пыли такой, что и не рад будешь на это море доехать. Правильно ли? Да, да. А у нас Абинск, Крымск, по асфальту спокойно доедет, привезет денежки в район, потратит их там, и население будет богато и здорово. Правильно ли? Правильно. Вот именно эта задача номер один на данный момент. Прошлый год был очень тяжелым. Коронавирусная инфекция внесла коррективы во все сферы жизни. Пандемия показала, насколько важно укреплять и развивать материально-техническую базу медучреждений. Благодаря помощи депутата Государственной думы Ивана Демченко Славинскому району были переданы 4 автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи. А учреждения здравоохранения обеспечены столь необходимым кислородом. Все наши муниципальные названия государственного края, все были обеспечены кислородом на 110%. Мы отдавали по 50 тонн жидкого кислорода в сутки, 50 тонн охлажденного до минус 178 градусов. По цене в 10 раз меньше, чем стоит вот эта бутылка. Кислород особой частоты, медицинский, 4 дилетра. Этим самым я считаю, что было спасено тысячи жизней. Иван Демченко заверил собравшихся, что и в дальнейшем намерен помогать в укреплении материально-технической базы медучреждений своего избирательного округа. Ведь борьба с пандемией еще не окончена. Будут решаться и другие важные вопросы. В первую очередь, наказы избирателей. Перспектива работы на ближайшие 5 лет. Вот что люди нам скажут, что люди запросят, то мы будем делать. Какие будут наказы у наших избирателей, я считаю, если, конечно, только не внуну с неба достать. В процессе работы, период избирательной кампании, 8-й созыв, я думаю, что мы с людьми встретимся, встретимся с активом, с нашими ТОСами, с нашими портальными. Они нам скажут, какие вопросы и что нам надо делать. В ходе пресс-конференции главные редакторы районных газет задали депутату интересующие вопросы о законотворческой деятельности, об исполнении поручений из послания президента Российской Федерации, о дальнейших планах развития территории муниципалитетов и многие другие. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...